Меня зовут Лера. Я родилась в христианской семье, и с самого детства я прожила в церковь. Мой дедушка был пастором церкви, и он же благословил меня, когда я родилась. Мои родители служили в группе прославления много лет. У меня есть младшая сестра Вика, и вместе с ней мы ходили в воскресную школу. Там нам рассказывали о Боге, мы пели песни христианские, учили стихи из Библии, готовились к различным праздникам, а потом выступали перед всей церкви. Мое четкое осознание, что из Бога пришло в следующую ситуацию. В четвертом классе у меня был устный экзамен по английскому языку. Мне нужно было выучить 10 топиков на различные темы, например, домашние дикие животные, Лондон, столица Великобритании и другие. И только один из них был легким. Мы с мамой готовились, учили вместе. Как сейчас помню на тот момент, я как раз знала всех, ну, я знала его идеально. Перед тем, как приспать, мама и я, мы решили помолиться и попросить Бога, чтобы он дал тот топик легкий, который я могу легко рассказать. Наступает день экзамена, вызывает меня, и я тяну бумажку, и вижу, попался тот топик, который я попросила Бога, чтобы он мне помог. И я тогда в тот момент очень сильно обрадовалась. И на тот момент я поняла, что 100% есть Бог. И он присутствует в моей жизни, находится рядом со мной и помогает мне всегда. Когда я подросла, то мы всей семьей перешли в другую церковь, где было много молодежи. В этой церкви было специальное служение для подростков «Императив». Я тогда не подходила по возрасту, и моя мама подошла к ветеру и попросила, чтобы меня взяли в группу. «Императив» — это была моя вторая семья. Благодаря этому служению всей команде «Императив» я больше укрепилась в вере в Бога. Я стала больше читать Библию, стала больше молиться и стала ходить на проповеди. Потому что раньше я ненавидела проповеди, потому что очень скучно. Боже, я не помню. Мы были очень все дружелюбные. Мы всегда поддерживали друг друга в команде «Императив». У нас было очень много домашних выездов. Мы ездили в лагеря, ездили в другую церковь в гости, и просто кому-то на дачу ездили. Знаете, с полностью уверенностью могу сказать, что Бог всегда рядом со мной. Я благодарю ему за это. Он всегда мне помогает, и когда происходит что-то важное, и просто в обычных ежедневных делах, например, помогает мне проснуться, когда наступает такой важный день. Я точно знаю, что могу всегда обратиться к нему, и он пошел мне свою помощь. После девятого класса я уехала учиться в команду. Мы приехали вместе с мамой. Но через десять дней моя мама уехала, и я осталась одна. Честно говоря, мне стало... было очень... Ну, честно говоря, мне сначала было очень страшно, потому что у меня здесь никого не было, у меня из родственников. Меня поселили в китайскую семью, в которой меня кормили одной китайской едой, и мне не нравилось это. Потом я когда попросила меня кормить другой едой, мне попросили переехать в другую семью, потому что мне не нравилось это. Переехала я в другую семью, тоже в китайскую, и они тоже меня кормили плохо, кормили фастфудом. Я просила их заменить тоже еду, но они все время отказывались. И всегда ночью давали либо бургер, или что-нибудь другое, но никогда не разрешали готовить. Я многим здесь из церкви рассказывала об этом. С самого начала, как я приехала в Канаду, мама сказала мне искать церковь. Но мы никак не могли этого сделать. Мне хотелось, чтобы церковь не была так далеко от меня. Мы молились об этом, молилась моя семья, бабушки, дедушки, родители, все. И Бог ответил на мою молитву через бабушку. Моя бабушка позвонила своему знакомому Виктору Антипову в Америку и спрашивает, не знаешь ли ты хорошего пастора и хорошую церковь в Ванкувере или в его окрестностях? Такую церковь, где есть молодежь, где все дружны, где все заботятся друг о друге. И оказалось, что этот Виктор знаком с дядей Волгой, который является пастором церкви в 30 минут езды на автобусе твоего дома. Бабушка дала мне телефон дяди Волге, но я с первой очень боялась писать, звонить, потому что думала, мало ли что по мне подумать, я хочу приехать, но не знала, я чувствовала себя некомфортно тогда. Мама мне сегодня говорила, Лера, иди позвони, 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 позвони. Но я говорю, вот все потом. Но пришло время, я позвонила, и мне сказали, приходи. Я пришла все-таки дружелюбно, все-таки, всем привет, я Лера Тральвари. Если бы Господь не помогал мне через бабушку, то у меня не было такой замечательной церкви. И благодаря тому, что у меня есть церковь и все вы, я не чувствую себя здесь одиноко. Спасибо вам всем огромное. И самое главное крещение, о крещении я начала думать еще в Москве. Я думала над тем, принимать ли мне крещение. Думала, где мне еще принимать крещение, потому что мне это было очень важно. Я думала, в Москве, понимать, у меня были две церкви, и всегда думала. Но я спрашивала маму, бабу, бабушку, всех спрашивала, думаю, как мне лучше все пыли. Лера, решай сама, как ты хочешь. А я не знала. Мое сердце хотело везти во всех трех. Но мне сказали, что можно присесть только один раз. Я молитву, Господи, помоги мне, пожалуйста, чтобы я пристелись наконец-таки в какой церкви, не уж креститься. И потом я, у меня дядя Вова ко мне подходит и говорит, Лера, будешь креститься? Я такая, буду. И потом сказал, вот, все. Я определилась. Спасибо. Спасибо.